Привет! Сегодня с вами поговорим об обстановке в Турции. Поднимем в частности такие волнующие вас темы, как вообще закроют границу с Турцией. Кроме того, очень много опять поступает вопросов по тестам. В общем-то, обсудим самые насущные вопросы, которые вас волнуют, так что давайте приступать. Итак, к сожалению, эпидемиологическая ситуация в Турции у нас не улучшается. Если мы посмотрим на статистические данные за прошедший день, то увидим, что цифры только растут. Давайте конкретные назову вам цифры. 6 апреля было сделано 271 547 тестов. Из них положительный результат обнаружили у 49 584 человек. Но из этих 49 тысяч только у 2000 3 человек проявляются симптомы. Все остальные без симптомов. Давайте теперь пройдемся конкретно по цифрам по туристическим провинциям. И в частности, в первую очередь посмотрим, сколько у нас заболевших в Анталии. На сегодняшний день такие данные. В провинции Анталия на 100 тысяч человек приходится 190 заболевших. Когда я говорю провинция Анталия, я подразумеваю все анталийские курорты. Это такое административно-территориальное деление. В Турции вся страна делится на провинции. Как у нас в России, например, есть республики, края области. Также в Турции провинции. И если я называю Анталию, это означает, что провинция Анталия, в которую входит и город Анталии, и Алания, и Кемер, и Сиде. В общем-то, все-все-все курорты анталийского побережья. Потому что часто спрашивают, например, вот вы сказали про Анталию, а про Аланию не сказали. А Алания у нас входит в состав также провинции Анталии. Имейте это в виду. В Стамбуле действительно очень большие цифры. 591 заболевшие на 100 тысяч человек. Ну и давайте еще пройдемся по провинции Мула. Провинция Мула охватывает у нас курорты Эгейского побережья. Провинции Мула, всех меньше из перечисленных мной курортных зон. Там приходится на 100 тысяч жителей 146 заболевших. Вот такая вот статистика актуальная. Уже в России Роспотребнадзор объявил о том, что в Турции ухудшается эпидемиологическая ситуация. И я прекрасно вижу, что многие из вас волнуются, некоторые даже паникуют. Очень многие мне пишут и в комментариях в Ютубе, спрашивают по поводу обстановки. И в Инстаграм льются вопросы. И самые такие две главные темы, на которые сейчас у меня спрашивают вопросы. Это первое. Будут ли отменять тесты с 15 апреля в связи с тем, что сейчас растет все заболевающих в Турции. И, конечно же, очень многие также беспокоятся, вообще вдруг закроют границы. Давайте поконкретнее и поподробнее для начала пройдемся по этим вопросам. Итак, не перестают поступать вопросы, связанные с тестами. Отменят ли их 15 апреля. Давайте еще раз соберем всю ту информацию, которая у нас имеется на сегодняшний день. Если вы постоянно следите за новостями на моем канале, то вы знаете, что более месяца назад Министерство внутренних дел Турции опубликовало циркуляр, в котором мы увидели информацию, что авиационные власти требуют продлить требования по справкам съезжающих в Турцию вплоть до 15 апреля. Что же это за дата такая 15 апреля будет? Будут с этой даты отменять тест, либо что-то еще? Давайте разбираться. 15 апреля это та дата, когда авиационные власти Турции вновь должны рассказать нам о своем решении. Будут ли они отменять тест, либо будут его продлевать. О том, что точно с 15 апреля тесты отменят, речи никогда не шло. Это лишь такая ориентировочная цифра, дата. И теперь, конечно же, у многих появляется вопрос. Сейчас нестабильная ситуация с коронавирусом в Турции. Число заболевающих растет, и многие думают, что вот теперь точно тест не отменят. Но мы же помним, что в одном из своих последних интервью министр туризма Турции назвал следующие условия, при которых с 15 апреля вполне возможно отменят тесты. Он сказал, что турецкие власти будут следить за обстановкой по коронавирусу в других странах. И если они увидят, что в той или иной стране обстановка имеет положительную динамику, то есть число заболеваний стабильно падает, то в таком случае для туристов из стран, где заболевание действительно падает стабильно, для таких туристов просто-напросто отменят справки. Кусок надежды. Это вся имеющаяся информация по поводу тестов на сегодняшний день. Больше никаких новых данных не поступало. Сегодня у нас 7 апреля, а это означает, что нам осталось подождать буквально неделю, и через неделю у нас появятся новые данные. Станет точно известно, отменят ПЦР-тесты или не отменят. Отменят ли справки для того, чтобы въезжать в Турцию. Поверьте мне, как только эта информация появится, я сразу же выпущу ролик, где вам сообщу об этой новости. Надеюсь, новость будет радостная, но ожидать можно чего угодно, поскольку никто гарантировать отмены тестов не может. Вы знаете, как эти решения принимаются. Еще вчера у нас было все открыто, ограничения смягчили уже через некоторое время, опять ограничения вводят. Живем в такое нестабильное время, поэтому, когда вы меня спрашиваете, как вы думаете, отменят тест или не отменят, я могу только лишь предполагать, но точно предсказать, естественно, я не могу. Все, что я знаю на сегодняшний момент, я вам уже только что рассказала. Теперь очень многие боятся, что вообще границы с Турцией закроются, и в этом же вопросе я, опять-таки же, не могу вам никаких точных ответов дать, но мы можем с вами проанализировать актуальную ситуацию. Закроет ли Турция свои границы? Ну, во-первых, что я могу сказать, в Турции об этом речи не идет ни на официальном уровне, ни где-то из каких-то инсайдерских источников. Я вообще нигде не видела такой информации, что в Турции планируют, вот, намечают закрыть границы. Давайте здесь немножечко порассуждаем. Вы помните, что в прошлом году из-за того, что большую часть сезона Турция была закрыта, страна потерпела невероятные убытки, экономика очень сильно пострадала из-за того, что туристы в прошлом году начали приезжать только уже под конец сезона. Поверьте мне, если в этом году, если мы гипотетически предположим, что Турция закроет свои границы, то у страны будут очень серьезные проблемы, экономические проблемы. И со стороны Турции я лично думаю, что закрытие границ уж точно не последует. Хотя я, естественно, гарантировать ничего не могу, я лишь излагаю свои мысли на заданную тему. Теперь закроет ли у нас Россия границы с Турцией? Вчера у нас глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с заявлением о том, что да, сообщила, что в Турции ухудшается эпидемиологическая ситуация. Но что она конкретно сказала, что в связи с этим мы будем тщательно следить за обстановкой в Турции. О том, что будут закрываться границы, речи не шло вообще. Поверьте мне, если они захотят закрыть границы, они заранее никого не будут предупредать, это сделается вот так вот по щелчку, и я, и вы в тот же день все это узнаете. Поэтому можем только анализировать, предполагать. Теперь некоторые туристы, ввиду того, что сейчас наблюдают вот такие цифры по заболеваемости в Турции, уже готовы отменить свои туры. Некоторые мне писали, что шли в турагентство, и спросили у них, если мы отменим, мы получим обратно наши деньги. Там им сказали, что такое сделать невозможно. Давайте разбираться на заданную тему. Вообще, если брать статистику по туроператорам, они заявляют, что сейчас массовых аннуляций туров в Турцию не наблюдается. Это единичные случаи. Но если вдруг вы действительно очень сильно переживаете, и прям очень сильно боитесь ехать в Турцию, сможете ли вы вернуть свои деньги, если вы уже забронировали тур в Турцию в этом году? Давайте посмотрим, что по данному поводу говорят у нас юристы. Несмотря на довольно грозную статистику, отказаться от тура в Турцию и вернуть все деньги, скорее всего, не получится. 100% возврат возможен лишь в том случае, если страна, в которую отправляется турист, признана небезопасной. Насколько я могу судить, у нас еще Турцию не признали в России небезопасной. Рейсы есть, туры продаются. Поэтому в данном случае здесь небезопасной Турции никто не называет. Об этом должен объявить рост туризма, а не эпидемиологи или региональные чиновники. Турист правит отказаться от путешествия в любой момент. Деньги ему вернут, но за вычетом фактически понесенных расходов. Вот так вот прокомментировал ситуацию российский эксперт в области юриспруденции. Сейчас вообще, если ориентироваться на слова туроператоров, действительно, отмены туров в Турцию очень мало. Люди продолжают ездить. Если вы посмотрите на Анталийское побережье, то увидите, что очень много туристов уже отдыхает прямо сейчас, в данный момент здесь. Очень многие мне пишут в комментариях, кто уже побывал недавно в Турции, либо сейчас находится в Турции. Многие пишут, нас все устраивает. Мы не видим никаких ограничений, все спокойно, отдыхаем замечательно. Конечно, решать вам ехать или не ехать, это исключительно ваше мнение. Я уже об этом говорила вам и в предыдущих роликах. Теперь давайте немножко пройдемся по ситуации с теми 13 российскими городами, где было объявлено возобновление международных рейсов, за исключением Турции. Вначале сказали, что да, будут международные рейсы. Не говорилось, что в Турцию не будет. И потом, через несколько дней, мы узнаем, что из этих 13 городов все-таки пока повременят с рейсами в Турцию. И очень многие эксперты здесь сходятся во мнении, что как раз-таки из-за обострения ситуации с коронавирусом в Турции российские власти и приняли такое решение. Сейчас, вот когда объявили о том, что эти 13 городов открываются, многие пошли в турагентство и купили себе уже путевки в Турцию. И буквально через пару дней узнают, что оказывается-то и не будет у нас рейсов в Турцию. Сейчас люди начали возмущаться, естественно, и даже написали петицию на сайте Change.org, где требуют от российских властей открыть полеты в Турцию из 13 городов. Когда же стоит у нас ожидать открытие рейсов из 13 городов России, которые недавно попали под запрет, в частности, вылеты в Турцию? Как говорит эксперт, ориентировочно можно полагаться на 12 мая, ведь именно до 12 мая в Турции будут действовать ограничения по карантинным мерам. Но пока, к сожалению, жителям этих 13 городов придется летать из соседних городов, где открыты международные аэропорты, откуда есть рейсы в Турцию. Вот такие вот новости были на сегодня. Если у вас остаются какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под видео. На сегодня все. С вами, как обычно, была я, Катя. Мы увидимся с вами в следующем ролике.